Ну что, народ, всем здорова! Сегодня мне исполнилось 27 лет. Встретил я в дороге эти 27 лет, потому что на ногах я уже с 4 утра, сейчас время полдесятого, потихонечку прём. На дорогах пипец такой... Вот даже сейчас, блядь, фуру обгоняет с левой стороны. Вот куда она несётся, я не понимаю, блядь. Ну, как бы, на дороге вот. Здесь просто снег, блядь, по бокам. На карте только посередине есть. И всё, и они все поехали. Короче, как вы обратили внимание, у меня ещё закончилась незамерзайка, и мне так впадло останавливаться. Пишите в комментариях, доеду я ещё 150 километров. Вот так вот, или нет. Ну, а едем мы в Смоленск. Всё те же перекупы, все те же битые русские тачки, которые ниже рынка в два раза. Сейчас приедем, посмотрим. Всё как обычно, уже на опыте. Быстро осматриваем, по цене договариваемся, маленько подзбиваем, пишем договора, и едем обратно. Ещё надо успеть в эту дату попасть домой, чуть-чуть отметить. На дорогах творится жесть. Это сейчас ещё по накату нормально идётся. Ещё так подраскатали, и снег закончился. С утра, когда я с Москвы выехал, я, конечно, подохерел, когда попал вообще на МКАД. На МКАДе нечищено. Правильно, это было время 5 утра. И химии вообще ничем не подсыпано. Короче, просто одна сплошная жопа. Свернул на Минское шоссе. Там просто жесть. Ещё темно было. Полос не видно, вообще непонятно. Я пару раз обочину хватал. Это просто невыносимо было ехать. Я аж прям хотел остановиться, уже психануть день на заправке, дождаться рассвета и потихоньку уже переть. Но потом вроде за фурой пристроился. Мы просто посередине с ней встали. Я включил моргалки. Просто не муступальником, потому что некоторым надо было прям по левой стороне, по сугробам обогнать и так далее. Я, конечно, всё понимаю, но нереально было право прижиматься, потому что я пару раз попадал обочину. И это не очень приятные вещи. В общем, я в этот день решил себя побаловать. Взял себе Цезарь вместо стандартного Оливье, как я всегда беру. Но на самом деле нет. Блядь, этот Цезарь оказался самым дорогим и меня почему-то питун в голову клюнул сказать вместо Оливье Цезарь, когда я читал список салатов. Почему-то мне в голове Цезарь положился. Я говорю, Цезарь. Она мне приносит, говорит, ты, Цезарь, да, ваш, я, говорю, нет. Она говорит, ну как не ваш, вот ваш, она мне приносит, что она записывала на мой стол, вот, говорит, Цезарь. А я сам не помню. У меня в голове одно, сказал другое. Ну ладно, бог с ним. Пробиваемся в деревню. Главное не потерять скорость. Потому что я тут местами могу встрять. Прям где-то вон там, Смоленск уже, а здесь деревушка какая-то. Ну стойка вроде живая. Стойка, говорю, вроде живая. Живая, ну я все так скажу, я тебе, ну, просто я на черт говорю, я бы ее сделал. Я купил ее себе, блядь, для, нахуй, езды, для работы, для дома, нахуй, для всего. Понимаешь? И просто тут у меня какая хуйня, мне, блядь, на месяц я бы ее сделал. Если была поджогающая тачка, я бы ее загадал, она куда-нибудь, блядь. Вот, значит, наши чумазые, а это гранты, которые забрали. Так-то вот отсюда вроде неплохо все, ровненько. Вроде вся в родне, два хозяина у нее. Такая она, вроде даже, ну, не заюзанная особо. Пробег там что-то 1150. Ну здесь все в стекле, садиться я не буду. Дверь тут как бы вот в таком состоянии себя чувствует. Руль так не затертый, ну, кулисы так маленько притертые. Ну, короче, на стой пробег вроде похож. Случайно вот что-то номера тут загрязнились, потому что под скаду поедем. Чисто все случайно. Ну и вот у него удар, как его заносило, где-то он цеплял, ну, видимо, как колесо вот от газона шло, который газ, газон Next идет. Вот что-то здесь он зацепил, порвал. Дальше, ну, соответственно, крыло все мялось, дверь выпучило. И сюда основной удар пришелся, то есть четко колесо. Он ехал с горки, держал на тормозах. Его потом занесло, и он начал болтаться, он ее не уловил. О, вот в такой газон пендюрился. И, короче, попал, получается, прямо под колесо ему. То есть сюда прямо морда пришлась. Ну, так-то она обильно, да. Как раз вроде похожа. Ну, крышу не помял ничего. То есть по факту дверь, и вот это все ровняет. Тут замку хана и так далее. В общем, как-то так. Ну, и вот этот стакан туда ушел, то есть колесо вообще завалилось. Не знаю, как его будут ровнять, но как-то будет. Выглядит, конечно, ужасно. Хорошо, что тетка не сюда села, а вот там вот сидела сзади. Он как чувствовал, что что-то будет не то. У меня еще летит снега. Просто жесть. У меня вот там дырки есть. Из-под переднего так лететь, мне кажется, не может. Все, блядь, вот здесь вот в снегу. Здесь не так, да. Ну, вот дырки. И то здесь нет такого. И там, по-моему, то же самое. Здесь, да, нет ни хера. А здесь вот, ну, сейчас не видно, все в снегу просто. Пиздец. И запаски я лишился. А вот она стоит. То колесо одно у меня взорвалось. Ну, в общем, дела обстоят вот так. Просто встал в глухую пробку. Походу, только что что-то случилось. Ну, в общем, сами все видели. Ничего серьезного. Просто завалился в крювет. Его просто вытягивали, поэтому сюда руку перекрыли. Но, судя по всему, не выдернули. Короче, если у тачки колеса спущены и она назад вообще не хочет ни в какую, то есть она вообще без лебедки стоит. Пусть тут пригорок в ту сторону. То лебедку пропускаем по днищам. Вон там вот. Цепляем крюк за жопу. И сюда. Сейчас поедет. То есть мы натягиваем трос. По идее, все. Ролик решает. Обычный вот такой ролик. Но здесь не видно будет светло, я покажу. С крюком. И все. Это новый день. И у меня тут маленько хаос в салоне. Потому что я буду отмечать день рождения уже завтра. И у меня тут немного коробка с аухгалем. Это еще одна коробка с аухгалем. Там еще стоит что-то. Потом у меня здесь сапоги зимние. Если вдруг надо будет какой-то сугроб залезть. Вот. Короче, тут хаос. Это вещи. Это еще вещи. Это подарок от тети. И мне еще подогнали вот такой охиванный набор. На день рождения родителей. Сейчас покажу. Короче, просто для газелиста это рай. Вот такой вот, значит, набор. Ну, он как-то стандартный. Но, тем не менее, все, что нужно, блядь, здесь есть. Просто кайфец. Все в одном месте. Все упаковано. Все головки, все биты и так далее. Короче, кайф. А вот инстаграм подписывайтесь. Ну, а мы, тем временем, забрали очередной аппарат, битый маленько в жопу. Это Volkswagen Polo. Все так же для периков. Цена его 340 тысяч. Не знаю, оцените сами, стоит она этих денег или нет. В общем, это Volkswagen Polo. Два хозяина. Это ее первое ДТП. Пробег у нее 118 тысяч. Не таксишный, ничего. Тут такие вот чехольчики прикольные. Комплект резины. В салоне вот так вот все. На механике. В принципе, такая кайфовая. Ну, так может. Химчисточку сделать. В принципе, все норм. Тут какие-то лишние детали остались. Удар здесь такой хороший. В жопу. Под жопу кто-то прилетел. В принципе, не так критично. Здесь, в принципе, крыло так чуть-чуть заломало. А так все это, я думаю, на стапе ли вытянутся. Самая вот эта вот жесть. Потому что она сильно ушла. А так, в принципе, нормально. Это крыло тоже так. Хотя вот шпакли есть. Может быть, и было здесь что-то по крылу. Но все равно его делать. Не знаю, менять они будут. И менять им так особо похер. Районы! Порталы! Челые! Спасибо! Я ухожу, ухожу красиво! У тебя все будет раз! Не будет выше, а воня! В первый раз! И они попадут во влог! Вааа! Ну, в общем, вот так вот круто мы погуляли в ДРМ. Ну и теперь, как вы видите, Газель стоит, скучает. Потому что я заболел короной. Я заболел короной и теперь сижу дома. Ну, экспресс-тест показал отрицательный. Теперь идем ПЦР-тест. Ну, я думаю, что он должен прийти и положительный. Потому что все симптомы совпадают. Ну, как обычно, скачет температура и так далее, и тому подобное. Короче, хреново ученое состояние, и вечно болит голова. Поэтому на этом влог подходит к концу. Это были еще одни будни с эвакуаторщиком. На этой доброй ноте мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Короче, сами все знаете.